Его мечтой было жить в Абснах и служить второй родине. Даур Хмелёв родился в Санкт-Петербурге в семье военнослужащего Валерия Хмелёва и Ларисы Быганба. Молодого человека всегда тянуло в Абхазию. Единственный сын, брат и отец двоих детей. Он ушел на фронт в зону специальной военной операции. Не мог по-другому. Мать надеялась и верила, что сын обязательно вернется домой живым. Но судьба распорядилась иначе. Даур Хмелёв погиб в мае 2024-го. Даур окончил Российский государственный педагогический университет имени Герцена. После окончания учебы он приехал в Абхазию и начал службу в органах госбезопасности. Зарекомендовав себя ответственным сотрудникам. Даур неоднократно был отмечен благодарностями и грамотами как СГБ Абхазии, так и ФСБ России. Родные, близкие, друзья, сослуживцы Хмелёва Даура Валерьевича. От имени руководства и личного состава позвольте зачитать благодарственное письмо. Уважаемая Лариса Георгиевна, руководство и личный состав СГБ Республики Абхазия выражает вам, Лариса Георгиевна, огромную благодарность за воспитание сына, проявившего стойкость и героизм, выполняя свой воинский долг в ходе участия в специальной военной операции в составе Вооруженных сил РФ и ставшего ярким примером преданности и любви к Родине. За период службы в органах Государственной безопасности Республики Абхазия зарекомендовал себя с наилучшей стороны, как верный товарищ, грамотный офицер и патриот. Неоднократно участвовал в специальных мероприятиях по противодействию разведывателям и устремлениям иностранных спецслужб, выявлению, пресечению и задержанию лиц, причастных к особо тяжким преступлениям. Исходя из результатов деятельности в органах Государственной безопасности Республики Абхазия, старший лейтенант Хмелев Даур Валерьевич был представлен к высшей ведомственной награде Службы Государственной безопасности Республики Абхазия за заслуги в обеспечении безопасности государства и посмертно награжден приказом председателя Службы Государственной безопасности. Позвольте мне вам вручить, Высоке Георгиевна, высшая ведомственная награда. Благодарственное письмо. Навсегда в сердцах коллектива Службы Государственной безопасности, непосредственно знавших Даура Валерьевича, останется в памяти как одного из офицеров, потенциал которых был неисчерпаем. Где бы он ни работал, всегда отличался своей честностью, порядочностью. До СВО Даур проживал в Москве, работал главным специалистом группы управления авиационной и транспортной безопасностью авиакомпании России. Даур Хмелев в школьные и студенческие годы занимался боксом, был кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу, мастером спорта по легкой атлетике, мастером спорта по силовой атлетике. Был вынослив. Друзья признаются, что сегодня без Даура сложно. Он сам разрабатывал военные операции и осуществлял их без потерь. Его друзья с роты, командир роты, командир дивизии, постоянно пишут, звонят, спрашивают. Вчера Иван написал, Лариса Георгиевна, вы даже не представляете, как нам сложно без Даура. Даур Хмелев совершал подвиг за подвигом, защищая родину. Он понимал риск, но не мог оставаться в стороне. Даур участвовал в освобождении Донецкой, Луганской, Запорожской областей, Мариуполя. Был в должности заместителя командира батальона. Его позывной «Питер» был широко известен во всей зоне проведения специальной военной операции. Даур погиб, исполняя свой воинский долг. Он не бросил товарища и при попытке спасти его жизнь был смертельно ранен. Даур хотел, чтобы его похоронили в Абхазии рядом с отцом. Его желание выполнили. В памяти героя, достойном сыне Абсна, ему установлена мемориальная плита, надпись на которой гласит «Страха нет, лучше один день прожить как тигр, чем всю жизнь как мышь». Эти строки были жизненным девизом Даура. Здесь же над мемориальной плитой установлен флаг, разработанный по его эскизам, сопровождавший его на протяжении всего пути. С ноября 2022 года воевали бок о бок, был очень храбрым, смелым, решительным офицером. Заслуженно имел уважение не только у подчиненных, но и у начальства еще состава. Весть о гибели Даура Хмелева тяжело восприняли представители абхазской диаспоры Санкт-Петербурга, которые сегодня звонят и поддерживают родных и близких Даура. Я, наверное, достоин всего этого, что говорят, что пишут, что делают, то, что вы сделали. Сегодня всем большое спасибо. Отдельное спасибо хочу сказать абхазской диаспоре. Мы там прожили 40 лет. Днем и ночью мне звонят, пишут, спрашивают, переживают, плачут. Даже позавчера с Питера приезжали, плакали здесь, стояли. Всем низкий поклон, всем соседям, друзьям, родственникам, кто помогал, кто рядом. Хочу пожелать всем матерям Абхазии, России, где бы ни были, чтобы они никогда не плакали и не хоронили своих детей. Даур Хмелев дважды представлен к ордену мужества. Указом президента Российской Федерации он награжден этой высокой государственной наградой посмертно. У Даура Хмелева остались жена и двое детей. В ноябре этого года ему бы исполнилось всего 36 лет.